Добрый день, я приветствую всех на канале 18соток и сегодня я хочу рассказать вам как же организовать мини червячную ферму у себя на участке чтобы получать свой гумус выращивать хорошую и качественную рассаду и что для этого нужно для начала нам нужно будет какую-то емкость, в которой мы будем выращивать червей я буду использовать вот такие вот ящики для начала придется обрезать вот эти края полностью по кругу чтобы часть была идеально ровно чтобы хорошо прилегала к остальным ящикам сейчас будем отрезать вот я обрезал два ящика ровные края у них теперь они хорошо прилегают друг к другу вот я буду использовать таких три ящика ящик я вставлю вот такой вот мешок мешок хорошо пропускает влагу так что избытки жидкости будет вытекать с ящика сейчас наставим нижний ящик и будем засыпать сюда уже берегной сам и запускать червей я подготовил уже ящик вот разрезал мешок уложил его на дно и на дно я всегда ложу обычный с ящика картон черви очень любят откладывать в нем коконы а когда уже картон приходит в негодность они его с удовольствием съедают для начала я буду ящик заполнять компостом это у меня прошлогодний компост ящик в ведре он не полностью перегнил еще с прошлого года такой рассыпчатый влажность нужно быть где-то в пределах 50 процентов 50-60 корм для червей не должен быть очень мокрый значит черви задохнуться при влажности где-то 22 процента это очень низкая влажность черви при такой влажности погибают где-то при влажности 30 процентов они перестают откладывать коконы это же все очень плохо чувствуют влажность где-то должна быть в пределах 50 процентов если у вас ящик он должен обязательно дышать влажность должна излишки влаги уходить если вы хотите увлажнить саму почву в которой находятся черви это лучше делать конечно с распилителя не поливайте его со шлангом там есть слейки излишки влаги и жиры черви могут захлебнуться засыпаем часть перегнули большим слоем не будем сыпать так как червей у нас не очень много как раз еще будь ими корм так как компост не полностью переплел таким небольшим слоем насыплен вот это вникать им вполне хватит потом корм будем добавлять первый раз где-то сантиметров 5 высоту сильно нельзя много корма от этого черви тоже будет погибать за счет того что будет высокая температура пойдет процесс ферментации у корма и он будет выделять углекислый газ и от этого черви могут задохнуться сильно большое количество не надо 5 сантиметров для начала как вы только будет запустите червей не больше 5-7 сантиметров в дальнейшем уже можно где-то 10-12-15 сантиметров толщина корма корм потом будем добавлять когда уже будет видно что питательных веществ сверху не осталось а и тогда досыпаем если питательные вещества еще есть не стоит досыпать пускай не доедает полностью все я купил в рыбацком магазине 5 вот таких вот баночек червей по 9 гривен это 45 гривен 5 банок где-то где-то 100 российских рублей так вот я их добавил компост перемешал где-то в пределах наверное 200-300 штук червей довольно прилично черви хорошие смотрите какие отличные черви это червь старатель в основном торгует в рыбацких магазинах именно старателем эта червь довольно быстро размножается очень быстро растет и в основном использует только его потому что обычный червь он дольше размножается посмотрите какая красота червя хватит нам вот этот вот червь где-то через два месяца практически заполнит весь ящик он увеличится где-то в 6-7 раз это же будет хорошая семья он очень быстро перерабатывает пищевые отходы кормить его можно любой органикой съедает все начиная от бумаги заканчивая листьями веточки, палочки все же перегнивает все с ним съедается кормлю я им кормлю этого червя в основном это пищевые отходы вот у меня здесь картошка еще покажу вот смотрите картошку надо обязательно вот она перемалывать либо в блендере либо миксером все это дело надо перемолоть потому что картофельные шкурки очень долго разлагаются они разлагаются может разлагаться в течение двух-трех месяцев практически остаться целыми а когда они уже перемолоты они соединяются вместе с почвой и бактерии довольно быстро перерабатывают есть у меня все гречка и все-все-все пищевые отходы сейчас мы это дело все перемешаем добавим червячку сюда и увлажним их влажность должна быть где-то в пределах я делаю в пределах 50-ти процентов 50-60 вот такая красота так ну что будем загружать их все руки все грязные я загрузил корм сейчас все это дело перемешиваем я обязательно добавляю картон черви очень-очень его любят также они тут хорошо размножаются в нем так теперь нам надо добавить немножко золы обязательно для раскисления небольшое количество мы добавим сюда золы чтобы раскислить сам субстрат чуть-чуть чуть-чуть и раз две три недели я добавляю вот у меня яичная скорбупа перемолотая мелко тоже небольшое количество вот так вот еще немножко залички все а теперь все это дело смешиваем смешиваем перемешиваем и добавляем немножко водички доводим где-то до 50 процентов как только все будет съедено добавим еще порции питания также можно добавлять сюда сено опавшую листву свежую зеленую траву в общем любую органику все что разлагается все хорошо съедается червя перемешаемся это будет супер теперь у вас будет свой собственный гумус настоящий не тот который вы купите в магазине в магазине сколько я не покупал когда раньше не было червей там я не знаю процентов может быть 10 гумус все остальное либо перегной либо обычная земля так что лучше когда свое если вы будете выращивать в квартире конечно таким кормом при выращивании в квартире пользоваться нельзя иначе иначе сразу появится невероятное количество мошки запах будет просто нереальный мясные продукты сюда лучше не добавлять оно чего не будет просто невыносимо таким как трупом разлагающимся если вы будете выращивать в квартире я вот сейчас выращиваю их так додать им участки потом я осенью перевожу их домой и уже пересаживаю полностью в торф в торф там никакого запаха ничего нет но так как в торфе мало питательных веществ я использую комбикорм комбикорм которым кормят птицу поросят это кукуруза овес ячмень полный полностью весь набор и вот вы уложили полностью слой торфа запустили червей конечно не будет переход вот этот у них с такого питания на тот довольно болезненный и небольшим слоем мы насыпаем с вами комбикорм после чего мы вот такого распылителя увлажняем комбикорм и сверху накрываем картонкой это я сейчас тоже запущу червей и сверху закрою картоночкой плотно закрывать нельзя и нафиг через задохнуться так мы все же довели видите какая масса она довольно влажная ну еще можно будет чуть-чуть немножко увлажнить все теперь можно запускать червей сейчас черви идут вниз и начнут снизу подниматься вверх наложим потом еще один слой еще один как только ящик будет полный мы поставим сверху второй ящик и все черви с этого ящика переползут в верхний потом нижний убираем опускаем вниз сверху строим следующий и вот таким вот способом мы будем добывать себе гумус гумус это мне кажется наверное самое ценное что придумала природа в почве его на куб на метр кубический где-то приходится в пределах от двух до пяти процентов ну все зависит конечно от наличия червей чем больше червей соответственно тем больше будет гумуса что самое питательное что только есть в почве все вот мы закрыли сейчас сверху положим кусок можем либо газету положить либо опять же картон газета довольно быстро раскисает картон он не так быстро киснет не так испаряется влага у вас все все готово теперь ставим ящик какой-нибудь прохладное место и будем смотреть как будете съедено мы снова добавим сюда очередную порцию питания я увлажнил саму почву перегной теперь мы закроем все это дело картоном все влага будет сохраняться и поставим царай в прохладном месте червей я уже выращиваю пятый год в прошлом году я довольно серьезно приболел два месяца можно сказать не выходил в квартире это где-то был уже конец сентября начало октября и черви которые находились у меня на дачном участке остались без присмотра забрать их никому было мне пришлось позвонить соседу попросить чтобы всех червей отпустил компостную кучу и получилось так что я остался без червей гумус который был уже был весь израсходован если кто-то смотрел мои видео те видели какая рассада у меня перцев каких красавцев я выращиваю это благодаря гумусу в любую покупную землю я обязательно добавляю гумус дальше там написано что гумус есть если вы добавите гумус у вас будет супер рассада лучше чем у всех прошло уже почти полтора месяца сейчас мы посмотрим что у нас здесь надо обязательно бумагу смачивать чтобы она не пересыхла расплеивается во все вот наши червячки кушает вот маленький червячок все видно посмотрите сейчас я покажу кто-то видать недавно вылупился так вот надо аккуратненько на бумагу здесь полно коконов сам покажу вот маленький червячок все видно тоненький а вот коконы вот они посмотрите вот видно два штучки лежат два кокона закупами это молоденький хереку там он тоже кокон и есть вот видно вот они видите кукона очень много вот везде и делить и леди перед водятся не взял пальцы видно в этом кокон надо увлажнить сейчас почву что почву уже пересохла травка у меня покушать нефть есть что тут еще еды им хватит смотрите с этой третьи маленькие червячки для плодятся вовсю цариса который фите не будем их тревожить пускай они все перерабатывает смотрите червей очень много все не будем их тревожить пускай кушает сегодня я буду готовить очередную порцию еды для червей буду использовать товарцы перезревшие груши яблоки картофельной очистки это чай с пакетиком отходы чая уже тоже они хорошо кушают и трава вот у меня есть такой старенький китайский блендер не очень измельчим и внесем под кормку червям конечно корм лучше измельчать если вы хотите чтобы они быстро его съели потому что он очень долго разлагается а в измельченном состоянии он довольно быстро приходит процесс ферментации продолжение черепа довольно быстро его съедает соответственно чем лучше корм тем черепи быстрее растут вот корма у меня получилось пятили литровое ведерко такая вот кашица не очень сильно мелкая фаракция ну все равно это лучше чем она когда крупная теперь штанд обязательно добавить немного золы зола для раскисления при ферментации получается корм довольно кислый и вот таким вот макаром сейчас мы все это дело добавим немножко по чуть-чуть и хорошенько перемешает и небольшим слоем накроем в ящике корм разложим будет отлично так еще немножко и будет красота не пойдем посмотрим сейчас что у нас с нашими червями отмекаться столько полных матчей все идем кормить червей то я был где-то полторы недели назад смотрел их давайте посмотрим что что у нас на сегодняшний день подсохла подсохла все смотри как они поточили бумагу вот наши червячки вот они тут не доели то практически все осталось только трава которая накрывала все остальное было успешно съедено вот червячок сейчас вам покажу как же мне его достать вот смотрите вот это червь считается половозрелым как определить половозрелый это черви или нет вот посмотрите верхней части у него вот видите колечко вот она определяется половозрелый червя он еще не полностью половозрелый должен быть намного крупнее вон видите колечко вот она все черви гемафродиты они имеют оба половых органов и при скрещивании у них происходит обоюдное облаготворение вот в этом вот колечки и находятся коконы потом через бросает их вот маленького червячка уже до такого половозрелого проходит двух некоторых трех и до четырех месяцев все зависимости как их будете кормить вот ведь осталось только одна травка и все остальное уже было съедено траву это не потом доедят так давайте посмотрим что у нас там с этими червячками давайте копнем посмотреть вот смотрите сколько там их кошмар еще один такой хороший до половозрелый червячок все там уже гумус у нас вот это вот идем такими как шариками ну так как он мокрый такой более липкий его потом придется слегка подсушивать чтобы он был рассыпчатый видите тут же съели все одна осталась одна это самая одна трава сухая насыпаем корм червей здесь стало довольно прилично и кушает быстро это же третье кормление третий раз я накладываю корм ну еще один раз и время придется ставить второй ящик сверху теперь они все переползут до самый верх увлажнять я не буду потому что корм довольно власть влажный если огурцы вот так разложенных месяц откуда теперь им кушать хватит ну такого корма им хватит где-то на неделе на 33 около месяца я довольно приличный слой насыпал так теперь сверху я обязательно укладываю сухую траву для чего процесс размножения у червей у большинства происходит верхней части я сидят положу бумагу она будет довольно плотно а когда я уложу сюда сухую траву здесь будет воздушная подушка это как раз в промежутке между кормом и картонкой они здесь оплодотворяется так что сейчас положим травички сухонькой такой толщины я укладываю сюда травку она потом все равно перегниет и не сидят потолще слой я ложу во-первых не так испаряется мая и они здесь размножаются во все тем и сверху открываем картон очки можно было в корм добавить еще картона ну так как там же куски остатки оставались я не стал добавлю я чуть-чуть чем-нибудь прижму так вот пока трава усядется на потом соответственно грузу беру чем прошла неделя после внесения подкормочки сейчас посмотрим что с нашими червячками так травка уже начинает покрываться плесенью я тут еще положил капустный лист червячки по ходу пьесы там ниже раз посмотрим где не вас тут вот они все вот они тут все у нас вон он сидит на они все сверху сверху и так допустим листья где еды тоже берут разные стороны вот такой здоровый этот с коконом все сверху все трапезничает живенькие толстенькие на капусте все сидят мы так подавать коконы все тротик не будем вот у нас даже слизень есть не надо все там влажно так что поливать не будем прошла еще неделя давайте посмотрим улице ветерок во все вот здесь у нас идет процесс скрещивания видите собралась целая куча смотрите сколько и стуки вот смотрите все тут все сверху все скрещиваются шустры бежать прыгает и скачут так вот капуста начал разлагаться потихонечку черви кушает еды им тут вполне хватит когда еды очень много черви начинает размножаться не разбегаются потихонечку а так все были тени смотрите смотрите тут поднимаешь а их тут тьма тьмущая просто нереально они размножились смотрите кошмар кошмар сколько их вообще нереально во всяком случае во много раз больше тебя покупал так хумуса полно так что уже можно будет нижнюю часть убирать применять хумус для выращивания любых растений так на этом я заканчиваем дальше не буду показывать как бы это очень долгий процесс я показал вам весь процесс размножение червей так что вы знаете как что можно делать так что пробуйте размножайте себя дома червей и удачи всем пока а